Здоровки, Омега! Рад приветствовать тебя на канале Омегон, и сегодня у нас реакция на самогон из страйков. Погнали посмотрим Крастер, как говорится. Мы уже смотрели прошлый ролик до этого ранее про то, как Крастер из страйков пытался сделать более концентрированный алкоголь из страйков и из вишневой там какой-то настойки непонятной. Вот. Ладно, погнали. Погнали. С вами Даня Крастер. Чуете, чуете, вот веет весной прям, прям вот такое вот что-то пробуждает, такое во мне вот, например, кипит 2007-й и прям хочется залудить. Но залудить не по-обычному. Сегодня у нас, как обычные эксперименты, делаем что-то ебанутое. Сегодня будет самогон из страйков. Я, честно говоря, искренне не советую пить вот это днище, потому что ваше поджелудочное скажет вам до свидания после полугода обильного приятия всего напитка. Панкреатит... Полностью согласен. Не пейте эту гадость. Вообще не пейте. Это полнейшая гадость. Гадость отвраты. Вообще алкоголь это плохо. Алкоголь это плохо, он не делает нас лучше, не красит. От него только плохо становится. Алкоголь зло. Панкреатит называется в медицине. Но в моей жизни... А страйки так это тем более. Что страйк синий, что ягуар, ебучий, отвратительный в 2007-2009 занимали особое место, так как финансы мои пели ром... Ягуар это вообще блевота поганая. Блевота поганая. Я помню, как мы были... Условно можно назвать себя. Я был малолеткой. Я помню, как девочки в нашем дворе, в нашей компашке пили эти ягуары. И когда они открывали банки, мне хотелось просто блевать. Я даже не знаю. Это просто какая-то вонючая желчь просто. Ягуар. Вонючая, отвратительная желчь. Мне казалось, что оно воняет. Каким-то сраным. Каким-то воняет духами какими-то непонятными. Короче, какая-то вонючая дерьмота. И мне даже стрёмно было даже пробовать что-то подобное. Я пробовал, но это отврат. Это просто отврат. Это я не знаю, что это вообще. И точно так же посасывали вот эти страйки. Естественно, я топил за то, что лучше пить... Ну, раньше так вообще пить минералочку. Минералочка. Простая водичка просто. Простая водичка. Лимонная водичка была. Вот. Ещё плюс спорт. Интересно же было. Сейчас изменения в жизни только минус спорт. И вместо водички кофе. Естественно. Естественно, да. Мансы, а наебашиться хотелось. Ну так вот. Вот эта вот небольшая батарея увеселения может превратить в скотину любого взрослого человека. Там содержится не только алкоголь. Там какая-то вот такая эссенция безумия растворена. От этих распрекрасных снадобий периодически происходил ёбаный ад в небольших подмосковных городках. Да не только. В 2007-й, да. Да. И это тоже было круто. О, а это у нас была викинг-пати. В далёкие нулевые года нам приходилось наряжаться в мусор и выходить в лес, чтобы испить эликсир. Хорошо, что сейчас можно быть викингом, не выходя из дома. Ведь есть крутая игрушка. Здесь 7,2% алкоголя, а в итоге у нас должно получиться что-то в районе 250 грамм, то есть четверть литра крепкого алкоголя, 70 плюс градусов. В этот раз у меня есть пару измерительных инструментов. Это виномер и бытовой спиртомер 90 градусов. Они не очень точные, но как бы насрать. Больше, чем водка покажет и ладно. Что я вообще хочу сказать про самогонный аппарат? Я долго ебал себе мозг, типа, чтобы сделать змеевик, нужен аргон, чтобы сварить нержавейку, чтобы всё было чётенько. Срать! Срать я хотел на то, как надо. Мы будем делать как можно. Это один из методов. Мы повторим все нюансы по самогону варенью, пустим воду в обратный ход к змеевику, посмотрим, будут ли у нас выходить хвосты головы. Ну, так, чисто коснёмся по угару. Погнали! Для того, чтобы дистиллировать алкоголь и именно отделить этиловый спирт от этой мерзости, надо разогреть сивуху. Дальше пар пойдёт по змеевику. В этом месте мы его охлаждаем. Некоторые фракции конденсируются. Какие здесь могут быть фракции? Я уверен, что здесь есть какое-то маленькое количество хвостов и голов. А что такое, собственно, хвосты и головы? Это те фракции, которые... Ну, представьте себе растворитель, смолу, спирт и прочие говнище смешанные вместе. Как только мы начинаем выпаривать, сначала выходят головы. Это летучие фракции, типа растворитель. Будем говорить, что это растворитель. Пить его не круто. Дальше у нас все... Раньше ты так не думал. Это сейчас ты так думаешь, а раньше ты так, наверное, не думал. Сокие фракции, то есть головы вышли, у нас идёт тело. Тело мы бухаем. Я не призываю бухать, это исключительно химический эксперимент. Чтоб вы понимали. Это очень хуёвый напиток для повседневного распития. И вообще, типа, для повседневного распития предлагаю чай. Или воду, или газировку на крайне. У нас начинает стекать в муншайновую банку тело. Как только у нас весь этиловый спирт сконденсировался, у нас начинают идти хвосты. Хвосты это типа тяжёлые фракции, их тоже пить не надо. Это головы сначала утекают в стакан, мы его выкидываем. Дальше тело собираем и хвосты отсекаем. С чего мы начнём? У нас есть скроварка из прошлого видоса. Отсюда у нас идёт пар. Нам нужен змеевик. Змеевик я предлагаю делать из того же самого вот этого вот аппарата. Всего-навсего нам надо будет его укоротить. Вот это говнище мы отсоединяем. Из любой другой трубы я также смогу себе сделать распариватель для древесины, когда он мне нужен будет. А сейчас я хочу доварить бухла. Где-то вот досюда он и должен быть. Я пойду пильную его в торцевой пиле. Ничего интересного, сейчас всё увидите. Отпильнули кусок трубы. Вот такой вот получится у нас охлаждающий контейнер для змеевика. Змеевик я предлагаю делать из медной трубки, которую я спиздил когда-то у чуваков, которые делали вентиляцию. Там её реально в достатке можно найти. Либо в каком-нибудь сантехническом магазе кусок, особенно на строительном рынке, вам оторвут. Примерный диаметр, вокруг которого нам надо закрутить змеевик, это в районе банки. Вокруг банки я крутить не буду, потому что она взорвётся к ебеням. Поэтому пойдёмте найдём трубу и закрутим вокруг неё. Берём обычную любую трубу, зажимаем её в тисочки. И теперь нам надо накрутить на неё пружину из меди. Почему не силикон? В принципе, можно юзать силиконовую трубку, но у неё теплоотдача у самого материала плохая. Соответственно, охлаждаться будет не очень круто. Здесь совершенно не имеет значения, насколько всё это дело будет красиво или ровно. Факт в том, чтобы была спираль и расстояние между витками. Что-то интересное мутит и явно. Можно постараться сделать это всё покрасивше, конечно. Немного раздвигаем витки. И я хочу, чтобы выходы у меня были по ходу движения. Ну, типа, чтобы они были в торцах камеры для змеевика. Вот такая вот пижня. Я думаю, охлаждаться будет замечательно в ней. Пойдёмте дальше. Собственно, камера. У нас уже есть два штуцера. В один будет заходить вода, и с другой будет выходить вода. Теперь мы сверлим ещё два отверстия, чтобы у нас прошёл змеевик сам. Вот эта часть. Важная штука. На самом деле, можно не париться и пойти в какой-нибудь химмагаз, где есть химпосуда, и купить химический холодильник. По сути, та же самая хуйня. Обойдётся вам что-то... Блин, тебе почему бы и нет? Если есть бабки и нет времени особо морочиться. Хотя, если есть бабки, можно купить себе бухла сразу. Странный метод. Берём змеевик. Запихуиваем. Шесть миллиметров. Самое то. Встаёт туго. И надо бы чем-нибудь ещё пройтись бы, типа термоклея. Термоклей здесь, по идее, должен справляться со своей задачей. По крайней мере, на выход точно. Потому что на выходе у нас будет холодная температура у пара. На вход посмотрим, что будет. Второе отверстие во второй стенке. Практически всё готово. Осталось собрать это говнище воедино. Вот, всё. Змеевик готов. Самая важная часть самогонного аппарата. Есть небольшие нюансы, как подключать к нему всякие штуки. Если пар у нас идёт в эту сторону, то вода должна идти в эту сторону. Тогда он будет охлаждать чётенько. Значит, сейчас я хочу почётче обрезать концы, чтобы у нас ничего там не завальцовывалось. Есть у меня для этого специальная штука. Она, по идее, вообще очень специальная, именно для этого всего и сделана. Дядьки, которые делают вентиляцию, шарят. Ровный кусок с одной стороны. И ровный такой же кусочек хочу отрезать с другой стороны. Внутри небольшая завальцовка получилась, поэтому я хочу заюзать сверло. Керн. Чтобы её не было. Путаю зенковку с зенкером и зенкованием. Нехитрым движением убираем и увеличиваем внутреннее сечение. Всё. Это у нас готово. Теперь давайте смотреть, что к чему можно подсоединить. В прошлый раз мы подсоединяли вот этот вот шланг вот к этому штуцеру. Теперь нам надо из скороварки пустить это дело вот на этот канал. Пружина змеевика, по ней проходит пар, вода охлаждает его. Он конденсируется, капает вот здесь. Сюда у меня есть шланг чуть-чуть поменьше диаметром. По-моему, 8 внутренним. Какие процессы делаются? Просто камон. Всё слева или заканчивается справа. Соответственно, вот здесь у нас пойдёт слив воды. И это целый ёбаный эпик сделать это в мастерской, в которой нет водоснабжения. В квартире, да, понятно, ты просто берёшь, типа, такой, подключаешь это всё к крану на кухне, такой, воп-воп-воп. Но быстрый, просто это не в нашем стиле. Есть погружной насос-помпа. Я сейчас планирую набрать целую бочку воды, наболтать туда, напихать снега. И посмотрим, что из этого получится. Тысяча литров в час он качает 250 ватт. Я думаю, его должно хватить, чтобы охладить двухкиловаттную горелку, которая будет фигачить паром. Короче, посмотрим. Мне надо подсоединить хомут один вот сюда. Это у нас будет выход, судя по движению пара и прочего Г. Так, это у нас будет слив. Я надеюсь, что от давления не порвёт всю эту систему, что насос у нас будет не такой мощный. Есть у меня пара химических штативов, я думаю, самое время их заюзать. Вот они, долго ждали своего времени. Настоящие химические штативы, чтобы заниматься наукой. Да мы будем перегонять бухло. Слушайте, у тебя действительно удобные лапы. Может быть, даже можно будет что-нибудь похимичить? О, как-то так вот всё это дерьмище будет стоять. Теперь мутим. Всё, всё для того, чтобы прогонять бухло. Камон, серьёзно. В скороварку. Я хочу поставить шланг чуть-чуть поменьше сечением. Надеюсь, всё прокатит. Я не знаю, насколько хорошо вот это сюда зацепится, поэтому будем юзать изоленту. Нет ничего, сука, в мире лучше уплотнителя, чем изолента. Если что-то нельзя починить с помощью изоленты, значит, изоленты слишком мало. Я не устану это говорить. Знали бы вы, как кино снимается. Ух, вся индустрия, сука, на тейпе. Ставим скороварку. И не забываем хомуты. Чпынь. Закрутили один, закрутили второй. О! Чётко, плотно. Вот эти места меня смущают. Их надо чем-нибудь проклеить, да проклеить. А, есть у меня один клей, который схватывается быстро. Первый пистолет? Насколько хорошо он держит температуру. А, нет. И щедро всё это говнище. Я уже думал, я уже думал с первым пистолетом. С первым пистолетом не пользуются, наверное, профессионалы. Это цианокрилатный клей с какими-то загустителями. И ещё с вот таким вот подтвердителем. Эта камера у нас, по идее, должна выдержать воду без давления. Если там будет немного хотя бы давления, она начнёт расширяться, пока не лопнет. Здесь у нас всё готово. Здесь у нас всё готово. Вот здесь надо провести такую же операцию по изоляции. Вся херня у нас готова. Сюда надо пустить, чтобы сейчас пошла вода. Отсюда надо пустить, чтобы пошёл пар. Вот сюда у нас будет капать муншайн. Почему муншайн? Типа лунный свет. У реднеков так называется самогон, потому что, типа, у них это незаконно. И они отрывают, перегоняют. Это в лесах Луизианы под светом луны. Поэтому муншайн. Сюда мы сейчас будем заливать страйк. Интересно, смогу ли я открыть его как в 2007? Смог. Блядь, я уверен, это, если не слюна рептилий из Mortal Kombat, то точно моча. Фак, вы не представляете, насколько это вообще откидывает. Фу, флэшбэки. Фу, некрасивые женщины. Фу, спать негде. Я реально был на вписке. Я понимаю, о чём он говорит просто. И вот эту термину эту реально пили. И я такой, боже, боже. Я забился на кухне и не хотел с неё уходить. Просто фу, блядь. Я реально тусил на кухне. Всю ночь. И никуда не уходил просто, потому что, ну, там хотя бы было окошко. И к окошку можно было выйти и просто подышать. Потому что ванища была адская. Снулся в ковре. О, ёпта. Выжимаем шесть страйков. Прекрасно. Блядь, все инструменты в этом говне. Прямо как будто скейт-парк строим. Дальше мы закрываем это говно. Как впилить ниппель, штуцер точнее, в крышку, я надеюсь, вы посмотрите в прошлом видео. Также мы оставляем свисток, не знаю, клапан. Он, по идее, не даст взорваться нашей микроволновке. Здесь уже можно включать газ, но для начала я хотел бы замутить охлаждающую емкость, куда будет помещаться вот этот насос. Так что, пойдем. Короче говоря, какой-то вот такой резервуар с водой у нас получается. Что нам нужно еще? Снег. Во-первых, снег понизит температуру воды, которая будет прогоняться через нашу хуйню. Во-вторых, по снегу можно будет смотреть, насколько вода нагрелась. Но, кроме этого, я хочу еще засунуть туда термометр, чтобы контролить воду. Потому что, если она разогреется слишком сильно и не будет качественно остужать нашу смесь, мы не получим чистый спирт. А это не есть гуд. Мы же сегодня хотим его получить. Очень хороший момент, что снег и всякие вот эти вот куски льда, они всплывают наверх. Насос у нас будет погружен вниз, скачать воду снизу. А холодная жидкость будет циркулировать, я надеюсь, типа сверху, охлаждая до самого низа. Во, ништяк. В комплекте с насосом есть веревочка, за которую мы ее сейчас подвесим. Наня. Хорошее, хорошее сообщение. Вписки ушли, а привычка осталась. Сидеть на кухне привычка осталась. Да-да. Необходимый. У меня теперь свои вписки, понимаете? Свои вписки в высоте. Бля, я надеюсь, что вот это сейчас не взорвется от давления. Для того, чтобы выкачивать воду, снизу вверх подключим к насосу шланг. Хомут. Шланг. И затягиваем хомут. Значит, веревочка. Мы ее... Да ну нафиг, какая заморочка там у Крастера. Просто-то... Как он заморочился. Подвязываем к насосу на нужной нам высоте. Я хер его знает, на какой он глубине должен быть. Максимальная высота 70 метров. А, до самого дна достанет. Будет колбаситься где-то посередине, чтобы не цеплять грязь со дна. Но и не забиваться льдом. Я думаю, это оптимальная высота. Да, конечно, для такого насоса веревка бельевая вообще это то, что надо. Ну что, попробуем. О боже, в мастерской появился шланг, из которого течет вода. Это... Это просто магия, блять, какая-то. Та-да! Все готово. Пора запускать насос и смотреть, что произойдет. Нигель не потечет. Если все будет ништяк, если пойдет грамотно струя в убратку, и ничего не протечет, можно включать скроварку. Запихуеваем шланг в освояси. Хочу, чтобы он тек поверху, проливаясь через лед и охлаждая весь состав. Офигеть! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Все чуть не взорвалось, все к ебеням. Мне надо каким-то раком понизить его. Понизить хочу его в звании, этот насос. Давайте попробуем обойтись тейпом. Скотчем, по-русски. Ходят слухи, что этот скотч придумали для того, чтобы заклеивать раны. Скажите мне честно, эта штука в конце не бомбанет, а? На войне. Типа во Вьетнаме. Не знаю, так ли это или нет, но на самом деле для этих целей он тоже подходит. Так, у нас может вышибить крышку, может вышибить муфту от трубы, и может вышибить крышку из муфты. Не уверен. Что, тест номер два. Нет, она все равно ползет. Вот так вот. Ну и он вроде как более-менее стабильно работает. Единственное, что только протекает. Но работает. У нас есть струя. Ну, вроде как. Жест. Вода пошла, процесс пошел. То, что протекает, скапливается в стаканах. Я думаю, это ок. Что вы можете здесь видеть? Это стиль Half-Life 2. Когда везде пиздец, ты можешь сделать что-нибудь, что тебе нужно из того, что есть. DIY. Я напоминаю, что страйки у нас находятся в скороварке, и самое время ее включать. Спустя какое-то время страйк у нас закипит, и мы можем приступить, собственно говоря, к сбору живительной амброзии. Ну и, собственно, для чего же, для чего же нужен вот этот ебучий аппарат? Что такое вообще дистилляция? Вот в этом кубе, так называют самогонщики в скороварку, там кипит брага. В браге содержится сразу несколько видов искомых веществ, которые необходимо получить. Они расположены по уровню выкипания. У тяжелых фракций, там, закипание ниже, чем у алкоголя, у легких выше, чем у алкоголя. Наоборот, у легких, типа, температура ниже, чем у необходимого алкоголя. Сначала начинают выкипать всякие стрёмные вещи, потом алкоголь, а потом опять стрёмные вещи. Так вот, необходимо поймать именно тот уровень, когда начинает выкипать алкоголь. И собрать его вот сюда. Ждем! Как только у нас пошел первый пар, мы фигачим предохранительный клапан, чтобы у нас вся амброзия пошла через вот этот шланг, через змеевик, и она уже начала выкипать. Э, камон, куда хорош? Делаем поменьше огонь и включаем воду. Включаем насос. Во, уже пошел пар. Дистилляция запущена! Офигеть! Погнали! Если процесс идет слишком интенсивно, а сейчас, мне кажется, слишком много капель фигачит, надо бы сделать огонь еще чуть-чуть поменьше. Капли капают холодные, значит, весь процесс у нас идет правильно. Примерно 50 грамм сюда накапало, нюхнем это говно, и я бы хотел это слить, ну, чисто так, как головы. Ну вот, я думаю, такое капли истечения можно считать нормальным. Вот это у нас будут головы. Там, по идее, все как-то грамотно правильно считаться должно, но относительно обычной браги. Соответственно, посчитать... Жесть! Он сейчас это выпьет просто! ...относительно 7,2 страйка, ну, проблематично. Как можно заметить, сюда у нас, по идее, уже капает чистый алкоголь. По вкусу хуятина какая-то. А вот это вот, по идее, вообще должно гореть. Ага. Горит. Да, это дерьмо горит. Для пущей достоверности мы будем мерить, какой температуры у нас вода. Она должна быть ледяная, ну, насколько это возможно. Температура датчика измерения температуры типа К, К-тайп, так называемый, 4,6 градуса. В принципе, законно. Но я бы еще подкинул льда. Я думаю, если перегонять такую тему зимой, можно просто использовать сугроб и расположить змеевик там. Воняет все это просто дико. Короче говоря, я очень боюсь прозевать тот момент, когда у нас перестанет идти алкоголь и польется сюда обычный конденсат, то есть вода. Поэтому бошки я слил в наш муншайн. Вот это периодически пробую на крепость. Сейчас покажу, как. Сейчас у нас сливается 35-ти градусный отвар. Это уже хорошо. Что происходит там, я вам вообще не буду говорить. Сейчас мы получаем первак, так называемый. Спирт. Сред, что ли. Типа около 40 градусов. Его еще раз можно... Опять же, опять же замечу. Это же надо было так заморочиться. Серьезно. Будет перегнать, чтобы получить чистый алкоголь. Что по-настоящему называется самогоном. Там типа в районе 60-ти градусов, 70-ти градусов. Сейчас у нас пока офигачит вот эта вот бодяга на вкус просто... Пиздец. На вкус... Как будто в водку добавили шампунь. Я ожидал какого-то другого эффекта. Что там вот передастся типа в бухло. Вот эта вот замечательная страйковая особенность сносить башню к ебеням собачьим. Фу, давайте посмотрим, что он там копыт. Не факт, что ореометр у нас правильный. Но опять же 35-35 градусов у нас течет. Это нормально. Пока будем сливать. Фу, пока он не понизится там, не знаю, градусов до 20, наверное. Жесть, жесть. Из расчета 7,2 градуса и 6 банок страйк у нас получается 3 литра и 250 грамм выхода чистого спирта. Чистым он не получится, поэтому в районе 40-50 градусов. Давайте, кстати, посмотрим, сколько у нас получился в банке. Там еще с этими а-ля головами. Тут ровно 40 градусов показывает, то есть первак у нас получился 40-градусный. Значит, головы, хвосты, вот это вот все считать от объема не круто, я считаю. Поэтому мы будем перегонять вот эту бодягу по второму разу, используя температурные режимы. Только так можно действительно понять, что у тебя прогоняется в данный момент. Формальдегиды, яды, бухло и дичь всякая типа растворителей и прочего пиздеца. Что у нас получилось сейчас? Я не очень доверяю этому спиртомеру, потому что на вкус... Ммм, холодненькая. На вкус идет уже вода по температуре. Если мы опускаем термометр вот в эту дырку, он показывает... Ух ты ж, ёпты, 100 градусов. Нет, все, это реально пошла уже вода. Это мы дело гасим. Что делаем? Он еще сейчас и по второму кругу прогонит. Офигеть просто. Это, блин, опять. Третий раз говорю. Это ж надо было так заморочиться. ...вот с этой дрянью теперь. Для повторной перегонки я бы хотел ее разбавить водой до 20-30 градусов. Все, это перестало капать. Ну, кстати, в натуре, да, мне кто-то из подписчиков написал, а можно и с водопровода напрямую прям туда пустить воду. Логично, в принципе. Холодную. Хотя эффект достигнется разве холодной прям ледяной воды? Сколько у нас получается в данный момент? Там было что-то в районе 30, что ли, градусов. Если даже в районе 40... Да, показывает 40 градусов. Давайте в стакане померим, что я тут мелочусь-то. У нас все равно эксперименты сегодня переливать. Будем туда-сюда много раз. Вот, продукт получился. Посмотрим, сколько в нем сейчас. Как вы можете заметить, даже при распиздяйской перегонке без удерживания температурного режима можно получить 30-градусное бухло. Но это неправильно. Я так не хочу играть. По идее, в страйке и в любых коктейлях уже не содержится любых гадостей, которые начинают появляться в Браге после ее закрепления, там, градусов до 17, 20 даже, иногда бывает. Но все равно, я сейчас хочу с учетом температурного режима перегнать... Что-то у него, мне кажется, или свет потемнел? В смысле, он был, разве не светлее? Куда свет пропал? Еще раз вот эту бодягу, разбавленную до 20 градусов. У него темнеет потихоньку там. Во! Закидываем ореолит в баночку. И начинаем доливать водой. Или нет? Или да? Ну ладно, четверть точно доливаем, лишним не будет. Перемешаем бодягу. Заливаем в стакан. И в стакане он показывает 25 градусов. Что, в принципе, вообще ништяк, на самом деле. Идем к скороварке. Скороварка у нас полна. Покажи мне, покажи мне этот ад. Из алкогольного страйка. Как вы можете заметить, прекрасный отвар сохранил свой непревзойденный цвет. И, что самое интересное, он очистил скороварку. Серьезно, она была гораздо грязнее, чем сейчас. Вот этот замечательный отвар, по запаху он чем-то напоминает облепиху. Я, пожалуй, не буду его выкидывать или сливать в канализацию. Я хочу сделать из него варенье. Страйковое варенье. Как вам такое дерьмо? Вкуснотища. Вот сюда мы заливаем то, что получилось. Страйковое варенье. Серьезно, у него такое будет? После перегонки. Есть всякие приблуды, типа барбатеры, сухопарники, в которые можно загружать всякие прикольные штуки, типа сухофруктов, бабкиных носков. Ну, с чем вы там хотите получить вообще выходной продукт? Далее, после того, как его прогнали через все эти вкусности, можно на чем-то настаивать. Ну, короче говоря, самодеятель, самогон варенья и винокурство вам в помощь. Мы немного вмешаемся. А именно, что мы сделаем? Мы вот в этот запасной клапан, все работает вроде как нормально, запихнем термометр, где и будем следить, при какой температуре пара будет производиться отбор. Это громко. Включаем мультиметр на измерение температуры в Цельсиях. Благо, у меня есть такой режим. И где тут оно? Ага, вот в это говно надо воткнуть. Сейчас 62 градуса. Я надеюсь, вам это видно. 62. 62. Прекрасно. Верю, 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 верю. Отбор бухла. Предлагаю проводить по шпаргалке. И, собственно, до 76 градусов это все залупаем. 76 до 80 это прекрасная амброзия, которую можно пить. И от 80 до 95 можно собирать для повторной перегонки. Что-то там такое эдакое остается. Сейчас мы немного подождем, пока все это дело охладится до 70, до 76. Да, можем перегонять. Температура у нас 76, 77 почти градусов. До этой температуры упало пару капель. Соответственно, голов здесь нет. А, ну вот, как раз при 80 градусах у нас началась течь жижа, чистый алкоголь. Ну, насколько он может быть чистым вообще в этих условиях? Травит, блядь, отовсюду. Ах, тяжела жизнь распиздяя. Один взрыв спустя. Ну, как, собственно, и ожидалось, все в итоге ебануло, порвав тейп. Короче, эксперимент на сегодня предлагаю закончить. У нас получился... Блин, почему ты не показал, как это случилось? Выход вот такой. Типа, теория, теория, это все хорошо. Хороший самогонный аппарат, который надо будет еще замутить, это тоже хорошо. Но на практике совершенно другой результат получается. Касательно выхода. Почему получается такое дерьмо? Пока что я еще не разобрался, почему. Но вот этот вот пидорас начинает давать конденсат только при температуре от где-то 85 градусов. То ли печки слишком сильно жарят, то ли штука слишком сильно охлаждает. Короче говоря, 70 и выше получить не удалось. То есть, чтобы получить более качественный продукт, вам нужен более качественный агрегат. Закономерно пахнет. Просто пиздец. Ну, осталась вот эта вот неповторимая частичка страйка. Давайте померяем чего-кого по градусам. Чуть больше сорокета, и для первого раза меня это совершенно устраивает. То есть, дальше мы будем уже извращаться с самогоноварением по-другому, мне кажется. Отличный варик. Итак, подойдем же... Отличный варик. К самому заключительному моменту. Проба пера. Итак, первое в своем роде. Не надо. По крайней мере, я другого не видел. Самогон из страйков. 45 градусов крепостью. Истинный выжитый 2007-й в одной банке. Не надо, Крастер, не надо. Еще мизинчик оттопырил. А струк тянется чуть-чуть. Вы очень сильно батхертили на моменте, когда я делал икру из виски, что я не попробовал. Ну что, ваше здоровье. О, ёп. Даже не закусывая. Вот мощный мужик. Это закисывать надо. Сука, блядь. Закисывать, закисывать, закусывать. Первый раз пью. Мне 13 лет, мы в лагере. Блядь, Анапа в кустах. Запить Рановый. Чел, ну ты просто жесткий, чел. Жестко. Это очень жестко. По вкусу, как будто, блядь, Путинка. Отвратительно залетает, хуже некуда. А я ее еще так посмаковал в арту, типа... Обычная ебучая водка получилась. И что самая поганая, она с привкусом, послевкусием и ароматом страйка. Чуваки, не делайте, короче, такое дерьмо вообще, оно того не стоит. Всем, кому было интересно и понравилось описание процесса дистилляции, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, будем дальше всякую дичь мукить. Пиздец, отвратительное дерьмо получилось. Это жестко, это очень жестко. Действительно крепкое, действительно больше 40 градусов, оно обжигает. Всем спасибо, кто посмотрел видосы, спасибо за лайк. До следующего видоса. Ебаный, ебаный отстой просто. Покидай. Блядь. Какого черта. Жалко, что он только не показал, как все это бомбануло. Мне было бы любопытно это глянуть, естественно. Ну ладно. Ну да ладно. Что ж, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. И увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.